всем привет с вами найк и сегодня я покажу вам как можно создать в программе лазарус в приложении калькулятор ну то есть расширение файла . этот создал один но давайте создадим новый почему бы нет просто я сейчас изучаю p3 меня идет третье программирование и я изучаю этот паскаль и давайте начнем делать калькулятор давайте сделаем такой же размер типа как у windows а вот такой сжатый и для этого вот все такой нормально или этого нам понадобится идет давайте возьмем эти почему бы нет так взяли только дать изначально и все начали нам конечно надо будет сделать дизайн фунт давайте сделаем 15 теперь нам нужно нужны комбинации так для тех кто изучает паскаль для тех это видео будет как бы полезно на калькулятор у меня будет какой у меня надо будет так набирать по-другому немножко вот этот и получая получается ответ пусть будет она у нас снизу тут у нас будет в комбинации клавиши что делать можно что делать создаем несколько выбор и создал уже 2 2 2 edit еще и начинаем так указываем сразу же сайс то есть размер по 15 15 такой для такого форма оптимальный размер и вот так размещаем и так и надо подписать что это первое число будет а это второе и это как нашло и так давайте подпишем это у нас 1 число вот самое главное начнем где мне что у меня вызывал сложность при написании калькулятора, так это, блин, как привести число в строку и как привести строку в число. Вот это что-то похожее на нахождение дроби от числа и нахождение числа, составляющие значение его дроби. Ну, как это? И с этим я, конечно, довольно часто путаюсь. Так, чьего написал сейчас? Пока что я оформляю дизайн и могу с вами поговорить. Кажется, видео будет разделено на две части по написанию калькулятора. Ну и пусть, а то в одном видео нельзя говорить, нужно несколько уроков. И я сейчас хочу начать, типа, делать свои уроки. Напишите в комментариях, устраивает ли вас это или нет, но я уверена, что нет. И так, текст. При написании калькулятора ничего, как бы, сложного-то и нет. Можно было окно поставить. Ну, если, конечно, ты уже, конечно, несколько месяцев изучаешь, как несложно-то. Так, баттоны пока делаю, кнопочки. Давай, выровняйся. Спасибо. Я знаю, и мне кажется, сейчас вы не спросите, вы скажете, вы не скажете, а, да, снимай. Вы спросите, почему тебя так долго не было на ютубе. Ну, потому что пропала мотивация и всё. Вот так вот. Надо как-то выровнять его. А то реально как-то... Вот, по-моему, неровно. Ну, да пушка. Ладно, давайте сделаем кнопочки побольше. Почему бы и нет. У нас в калькуляторе будет, так, пока что, умножение, деление, а, деление с остатком и плюс-минус хочу сделать, давайте, блин. Так, давайте сделаем. Давайте сделаем это уже. Короче, делаем так. Берём и расширяем. Я несколько минут уже ложусь. Но, мне кажется, это видео, этот урок будет на дизайн, а другой урок будет на само написание кода. Хотя вот при том, когда я сделаю, чтобы оно появлялось сразу, ну, типа, когда остаток будет писать ответ, я сделаю чуть-чуть по-другому. Когда мы делим с остатком, там появляется остаток. Когда не делим, тогда не появляется. Короче, вы меня не поняли. В процессе того, как я буду объяснять, вы поймёте. Мою речь сложно понять. Вот сейчас-то мне кажется, что уже... Нет, неровно. Всё равно, неровно. Как вы меня бесите. Своей неровностью. Всё. Всё, ребят, идеально, ровно. Е. Эту кнопочку оформляем как плюс. Плюс. Эту кнопочку оформляем как минус. Эту кнопочку оформляем как унание. Ну, а я буду оформлять её вот так вот. И это... Зелень. Давайте сделаем у всех этих... Вот так вот возьмём. И у всех этих сделаем шерифт. Ой, то есть, ну, размер шерифта 15. Вот. Хорошо видно, в принципе. И дальше нам нужно... У нас есть первое число, куда вписывать. Второе число, куда вписывать. Сами инструменты, так назовём. Нужно сделать... А, кнопочку равно. Вот так вот мы её красиво оформим. Оформим. Вот так вот ровно. Я обожаю ровность. Я перфекционист. Как бы... По мне не скажешь, но я перфекционист. Простите. Инвалид. Инвалид интеджер. Да. Ну, теперь как-то правдоподобно смотрится это на калькулятор. Давайте форум сразу подпишем как калькулятор. Сейчас я это всё сделаю и начну, походу, объяснять вам. Потому что я так не могу. А... Запись идёт уже 7 минут. Тут мы тоже записываем то, что... Ну, мы тут ничего не записываем. Всё пусто. Надо сделать это вот так вот. Сделаем ещё один Эдит. Почему бы нет? Вот, а вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты делаешь? Да ты чё? А, шериф точно. Опять неровность. И сразу убираем то, что там написано в тексте. Всё. Красиво. Тут мы оформляем лабели. Я их так называю, красиво очень. Давайте ещё один сразу сделаем. Возьмём. Вот так вот выделим. Кэпшен вести не знаю, что я писать. А, делаем размер 15. И всё, по отдельности тут уже оформляем. Это ответ. Ну, как бы странно это не звучало, но это будет вот так вот странно звучать. Я согласен, что это странно звучит. Остаток. Господи. Остаток. Я различился немножко писать, я знаю. Вот сейчас. Вот сейчас. Можно уже красиво оформлять. Вот так. Вот так. И, в принципе-то, и всё. Первый урок закончен по оформлению дизайна. На следующем уроке я всё буду объяснять, что-то как. Хотя... Ну, сейчас посмотрим. Я просто, простите, я не знаю, у меня бэндикам крашен-то или нет. Просто вот у меня вот тут до 10 минутах можно снимать. Если прекратится запись, то ставьте лайки на первый урок, заходите на второй урок. Ссылочка будет в описании на второй урок. Всем спасибо за просмотр этого урока. Всем пока. И...